Доброе утро! Большие, пребольшие карты и прекрасная соло-бузка. Что они нам сегодня подскажут? Ой, руки не помещаются. Так, первая и... Вторая карты. Так, первая карта. Такая интересная троечка жезлов. Довольно странно она, конечно, выглядит. Наверное, не очень себя комфортно чувствует человек, которого заколотили три жезла. Но это образное такое изображение, которое показывает, что человек сейчас охвачен. То есть им управляет сейчас определенная ситуация. И вот рот на замке, да, и ты сейчас вот не свободен, потому что необходимо сделать паузу. Необходимо пересмотреть свой круг обязанностей. То, что уже совершено, должно быть проконтролировано. То есть вы должны набраться все-таки терпения и присмотреть уже ваш пройденный путь. И посмотреть, как вам действовать дальше. Но как бы есть определенные ограничения, есть определенная зависимость. Потому что не можешь свободно двигаться, не можешь полететь так, где хотелось, да. Не можешь заняться тем, на самом деле, к чему у тебя душа лежит. Но обязанности есть обязанности. Так, вторая карта. Ну, кому же страшно. Открываем, не открываем. Ну, нафиг. Открываем. В этой колоде десятый старший шеркан называется Вентурио. Что интересно, да, Вентурио. О чем это? Есть определенные ритмы, законы, такие, знаете, колеса, механизмы судьбы, на которые, ну, в принципе, мы повлиять не можем. Можем предсказывать, да. То есть второе предсказывать. Астрологи, нумерологи, вот вся эти оккультные науки, они все это уже хорошо изучили. И человек, как бы, грамотный, который понимает, что есть определенная энергия в его жизни, которая периодически повторяется. То есть все можно предугадать, все можно прочувствовать, все можно заранее уже предсказать. И правильно использовать те ритмы, те тренды, которые с вами происходят. И вам кажется, что темная полоса, но постарайтесь увидеть в этом какой-то позитив, да. Если идет светлая полоса, приготовьтесь, может повернуться к чему-то, ну, менее приятному.